Соответственно, единогласно приняла резолюцию, которая ставит под международный контроль ядерную программу Ирана. Согласно документу, все санкции с Тегерана будут сняты через 10 лет при условии, что власти страны будут выполнять договоренности, достигнутые шестеркой в бене. Кроме того, резолюция предусматривает, что сразу после поступления доклада Международного агентства по атомной энергии в отношении страны будет введен ослабленный санкционный режим. Сегодняшняя пресс-конференция президента ФИФА из-за Блаттера была перенесена из-за хулиганских выходки. Комик Лина Ивсен бросил главу федерации почти в утром, перед началом встреча журналисты в Цюрике. С действием начало пресс-конференции, по итогу после ФИФА была отложена. Извините, сначала здесь нужно немного пребраться, сказал Блаттер. Молодец собаки, показавший ребенка, в рюкзавском районе, на скорби, за отступающим по данному отчету хозяинства сам пришел в отделение и сообщил, что во время выгула его обедом, господин у меня подбежал к рюкзаву на встречу мальчика и покусал его. В крайней мере сообщалось, что у ребенка напала собака породы хаски, однако выяснилось, что это была собака японской породы акита. Инсультант произошел в эти выходные и под звенила семья двухлетним мальчиком приехала в гости к своим знакомым. Мать с малышом пошла гулять через речку на другой берег, именно там на них и напала собака. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, врачи провели трехчасовую операцию, чтобы спасти его жизнь. В Москве в эти минуты около 18 тепла, атмосферное давление еще немного понизилось и сейчас составляет 736 миллиметров втутного столба. 16 часов 32 минуты в Москве. Сейчас еще немного новостей. Как только что сообщила украинская правда, губернатор Одесской области Михаил Саакашвили находится в процессе отказа от грузинского гражданства. Об этом сегодня заявил сотрудник пресс-службы УВЛ госадминистрации Денис Самыгин. Вот цитата. Михаил Саакашвили находится в процессе отказа от грузинского гражданства. Напомню, военного гражданства на Украине запрещено конституцией страны. К российским новосям ущерб от махинации экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова достиг 14 миллиардов рублей. Следователи подсчитали примерные суммы, которые похитили из бюджета чиновника и его подельники. Несколько сообщников Кузнецова уже получили тюремные сроки. Главный фигурант дожидается экстрадиции из Франции. При этом масштабы аферы были настолько велики, что следствие считает официальные цифры ущерба сильно заниженными. Как в Подмосковье пропадали миллиарды и где они потом всплыли? Об этом Николай Устьков. Меньше миллиардов не брали. История хищения при бывшем министре финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обрастает новыми подробностями. Следователи подшивают к делу все новые эпизоды. В каждом фигурируют астрономические суммы. Чиновник и его сообщники на протяжении нескольких лет выстраивали схемы вывода денег из бюджета. Внешне все выглядело порой так, будто они напротив пытаются решить финансовые проблемы региона. К примеру, в одной из афер они предложили муниципалитетам составить список долгов по ЖКХ, чтобы якобы оплатить их из казны. Долгов намралось на 2 миллиарда, а право взыскания переписали на подставные фирмы. Стоит ли говорить, что деньги через эти же фирмы ушли на зарубежные счета? Еще одна схема предполагала масштабное строительство делового центра. По примерным оценкам около 7 миллиардов выделенных денег также уплыли за границу. Одним из самых скандальных эпизодов был выпуск облигаций под гарантией областного правительства. Еще несколько миллиардов перекочевали в карман к мошенникам. К тому моменту, когда следователи смогли подобраться к преступной группе, и Кузнецов, и его подельники были сказочно богаты. Два отеля в Куршавеле, яхта, коллекции антиквариата, недвижимость в разных частях света. Часть богатства обнаружили в одном из складских помещений в Санкт-Петербурге. Старинная мебель, иконы ждали отправки в США, рассказывал тогда официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Все это имущество должно было быть переправлено финской логистической компанией в Соединенные Штаты Америки на имя Жанны Булах. Супруги экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, а также соучастницы всех его преступлений. В Санкт-Петербурге залезали 82 предмета старинной мебели, 13 картин известных художников, в том числе известного футуриста Давида Бурлюка. Я хотел бы напомнить, что картина этого художника оценивается на аукционе с облицом от 200 до 800 тысяч фунтов стены. Найти и арестовать удалось пока лишь малую часть, которая вряд ли возместит полностью ущерб, оцениваемый сейчас 14 миллиардов рублей. Но следователи убеждены, что сумма может быть гораздо больше. Вокруг группы Кузнецова кормились многочисленные чиновники рангом пониже, предприниматели, даже правоохранители. К сожалению, всех, кто сумел нажиться на миллиарды характеров, вряд ли удастся установить. А некоторые из тех, кто же попал в последствия, сумели отделаться сравнительно малыми бедами. В меру один из...